В сегодняшнем видео, на примере приложения InShot, мы рассмотрим, как можно добавить текст на видео. Во второй части мы посмотрим, как можно сделать текст анимированным. В третьей части мы посмотрим, как можно в интернете находить и скачивать интересные шрифты и устанавливать их в программу InShot для того, чтобы потом их использовать. Итак, обо всем по порядку. Заходим в приложение InShot, выбираем вкладочку «Видео». В принципе, на фото шрифты добавляются совершенно аналогично. Просто на фото они будут статичными. А если мы хотим анимировать, то нам нужно выбрать вкладку «Видео». Нажимаем плюсик, то есть «Новый проект». Попадаем в галерею, выбираем. Я выберу одно видео и одно фото. Первым делом нам нужно определиться, какой у нас будет холст. Определиться с форматом видео, какой оно будет горизонтальное, вертикальное или квадратное. Ну, давайте возьмем для примера квадратное. Наше видео нужно будет растянуть, чтобы у нас не было таких полей сверху и снизу. Можно немножко подвинуть ближе к центру. Видео можно укоротить, просто потянув за ушко. Например, оно у нас будет 7 секунд, 7 с хвостиком. А фото у нас 5 секунд по умолчанию. Мы его наоборот тоже растянем до 7 секунд. Тоже зайдем в холст и поправим его. Выставим по центру. Для того, чтобы добавить текст, мы просто заходим во вкладку «Текст». Набираем свой текст, например, «Доброе утро». Для текста у нас есть следующие инструменты. Во-первых, мы можем выбирать начертание. Но, как вы, возможно, уже заметили, здесь шрифты не все подходят для кириллических шрифтов. И в сегодняшнем видео мы посмотрим, как добавлять свои шрифты, чтобы они срабатывали. Ну, пускай будет вот такой шрифт. Можем его расширить, выставить, куда нам нужно. Здесь есть инструменты выравнивания. Это как в Word по центру, по правому краю, по левому краю. Есть тут регулировка размера шрифта. Но это же мы можем сделать просто пальцами, растягивать. Расстояние между буквами. И расстояние между строками. Но в данном случае у нас одна только строка, поэтому мы этого не увидим. Цвет можем выбрать. Здесь есть вкладка «Просто цвет для самого текста». И внизу есть вкладочка, которая делает еще эффекты для текста. Для нашего нота будет такая желтенькая. И еще одна очень интересная вкладка – это анимация. Последняя вот эти кружочки двигающиеся. Когда мы заходим в эту вкладку, здесь у нас есть эффекты, которые позволяют задать движение нашему тексту. И смотрим, какие здесь эффекты. Плавное появление, такое появление. Вы сами можете попробовать. Вторая строка здесь тоже довольно интересное появление. И еще, как видите, у нас есть рычажки. Здесь первый рычажок регулирует скорость движения. Можно сделать медленнее. А второй делает паузу. Например, длится движение, а потом оно замирает на какое-то время. И можно регулировать длину этой паузы между движениями. Давайте выставим одну секунду. Выберем эффект, который нам. Вот такой эффект мне понравился. И соглашаемся. Дальше мы можем этот текст, потянув за ушки, растянуть на ту длину, которая нам нужна. На первую часть видео у нас будет такой текст. На вторую часть видео мы выделили этот текст. Нажимаем копировать. Теперь пальцем его выделяем. Когда он становится полупрозрачным, мы можем его двигать. Подвинем его на вторую часть видео. И здесь мы текст поменяем. Напишем хорошего дня. И зададим ему какую-нибудь другую анимацию. Пусть будет так, например. И посмотрим, что у нас получилось. Такие у нас получились эффекты. Где брать шрифты? Конечно же в интернете. Таких сайтов, на которых можно скачать шрифты, существует много. Но необходимо помнить о том, что шрифты бывают платные и бесплатные. Платные шрифты защищены авторским правом. Первый сайт, который я вам покажу, называется Google Fonts. Здесь все шрифты бесплатные. И никакого авторского права здесь не требуется указывать. Вот так выглядит этот сайт. Здесь мы хотим выбрать только кириллические шрифты. Здесь есть еще настройки. Здесь можно выбрать с засечками, без засечек, рукописные. И здесь тоже есть фильтр по начертанию, по весу, по количеству стилей в одном шрифте. Можете выставлять, можете не выставлять. Итак, мы выбрали кириллические шрифты. И смотрим на их начертания. Ну, как видите, тут в основном идут ровные шрифты. А если мы хотим какие-нибудь особенные, давайте выберем рукописные. Заходим во вкладочку категории. Убираем все галочки, кроме handwriting. Это как раз и будет рукописные. И здесь нам предлагается несколько шрифтов, немного. Ну, давайте выберем какой-нибудь. Вот такой, например. Нажимаем на него. Вот подгрузился шрифт. И мы должны его скачать к себе в телефон. Значит, выбираем Select this style. Еще одно окошечко появилось. И вот мы нажимаем Download all. И этот шрифт в виде файла закачивается в наш телефон. Все, он закачался. Теперь мы должны найти этот файл в своем телефоне. У меня обычно эти файлы находятся в папочке Скачанные файлы. Заходим. И вот наш шрифт Nature. Давайте нажмем на него. И здесь Извлечь. То есть разрахивировать эту папочку. Готово. И файл, который нам нужен будет, он с расширением TTF. Теперь зайдем в наш InShot. Зайдем в текст. Здесь нам нужно зайти в редактирование. Выбрать вкладку, где у нас шрифты. И здесь справа есть стрелочка, которая нам показывает. Закачать. Нажимаем на нее. И вот здесь мы должны найти наш файл. Называется Nature Regular расширение TTF. Напротив него ставим галочку. Теперь вверху ставим галочку. И как видите, вот он самый первый появился. И наш шрифт в нашей надписи тоже поменялся. Вот таким образом мы установили новый шрифт. Можем вторую надпись тоже поменять. Редактировать. Вот наш такой шрифт. Таким образом устанавливаются шрифты в приложении InShot. И посмотрим, где еще можно искать шрифты. Вот я в гугле ввела запрос «Кириллические шрифты бесплатно». И нам выпало много разнообразных сайтов. Один из популярных сайтов называется Fonts Online. Зайдем на него. Скачивая бесплатные шрифты в интернете, необходимо помнить про авторское право. Но в каких случаях стоит озаботиться авторским правом? Если, например, вы создаете дизайн на заказ. Либо если вы собираетесь запускать рекламу на Фейсбуке, либо в Гугле, либо еще где-то. Если же для личных целей, то можно пользоваться этими шрифтами без ограничений. Итак, мы на сайте Fonts Online. Давайте выберем «Кириллические шрифты». Дальше идет большая-большая разбивка. Вот смотрите, винтажные, восточные, готические, декоративные, дизайнерские. Вот мне интересно, поцарапанные шрифты. Вот в это поле мы ввели какой-то свой текст, просто чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Листаем ниже. И вот наша фраза написана разнообразными шрифтами. Вот тут, где квадратики пошли, это значит, что шрифт не поддерживается. Вот давайте попробуем вот такой шрифт скачать бесплатно. «Кларк Кириллик Фрихэн». Нажмем на него. Листаем ниже. Вот тут вся информация об этом шрифте. Нужно подтвердить, что я не робот. И вкладочка желтенькая «Скачать». Видите, здесь русский алфавит и цифры. Некоторые символы, там где знаки вопроса, они, видимо, не поддерживаются. Ну что ж, попробуем скачать. Скачаем. Вот, видите, он скачался у меня под названием 13706. Попробуем открыть. Вот он. Если я нажму «Install», он установится в мой телефон. Но мы хотим установить в программу InShot. Поэтому я пока что закрою. Снова идем в программу InShot. И дальше так, как мы уже делали. Заходим в «Редактирование». Заходим в «Шрифты», «Стрелочку». И ищем этот наш, как мы помним, вот он. 13706. Выбираем его, ставим галочку. И, как видите, у нас шрифт уже опять поменялся. Вот мы установили этот шрифт к себе в программу. Мы с вами рассмотрели, как разместить текст на видео или на фото, как сделать текст анимированным и как скачать и установить любой шрифт из интернета в программу InShot. Буду рада вашим лайкам и комментариям, а также приглашаю подписаться на мой канал.